Продолжение следует... Продолжение следует... В мае я был в Стокгольме, Швеции, в компании Профото. Есть такой урок, я много о чем рассказывал, но, если честно, я не рассказал о самом главном. Я был на презентации новой аппаратуры. Не потому, что я не хотел вам рассказать, а потому, что не мог рассказать. Я обещал, мы подписали очень серьезное соглашение. Но сегодня, 19 сентября, моя школа и впервые Россия участвует во всемирной презентации нового устройства. Но давайте немножко истории. Когда в зал внесли такую коробку, я подумал, что это маловато. Наверняка целую студию сюда не спрячешь. Хорошая упаковка. Когда из нее вытащили вот такой чехол, и внутри оказалось устройство внешне напоминающее на каменную вспышку, знаете, какая мысль посетила мою голову? Они сошли с ума, думал я. Я не слушал никаких цифр, не слушал, что говорят лекторы. Выпустить на каменную вспышку про фото, они сошли с ума. Но, вы знаете, я не очень люблю читать инструкции, слушать какие-то характеристики. Дайте мне устройство. Я взял эту вспышку и сделал свою первую фотографию. Я сфотографировал Андрея Белуза, нашего ведущего тренера про фото. Вы знаете, неплохой портрет. В общем, в этой штучке что-то есть. Конечно, когда я собирался в Швецию, я ожидал увидеть, ну вот, нечто такое. 80, 100. Ну что, осталось посмотреть, оправдает ли реальность мои ожидания. Итак, перед нами источник импульсного света А1. Ну, по всем законам презентации, надо как-то пошутить уже, пора. Почему А1? Я думаю, именно вот по этой причине. D1. B1. A1. A1. Что утверждает компания Профото? Что это источник натурального красивого света. Что любой может пользоваться им. И что вы никогда не потеряете ни одного кадра. И это полностью изменит ваш фото-путь. Давайте проверим. Раннее московское утро. Москва, река, осень. Достаточно холодно. Но мы обязательно испытаем это оборудование. Я, конечно, у некоторой растеянности. Никогда у меня не было так мало оборудования. Я приехал на съемку с одной сумкой, с одной маленькой вспышечкой. А1. И, в общем-то, все. Давайте попробуем. Погода замечательная. Воздух чудесный. Это магия. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Позвольте вам представить замечательную модель. Аш Ричардсон. Прекрасно отработал. Удивительно, да? Как легко. Видите? Вот и все. Вот с вами световой прибор. Да на одной батарейке мы отсняли всю нашу программу. Очень здорово. Я доволен. Осталось убрать ее в карман. Все. Вся студия с собой. Я вас не обманул. Вот и все оборудование. Про фото А1 и вот такая палочка. Вот и вся студия на воде. Да, у нас здесь не Мальдивы, но картинки тоже очень красивые. А главное, изумительно просто. А я иду дальше на съемку. Пришло время ответить на вопрос. Так что ж такое А1? Компания заявляет, что это самый маленький студийный свет в мире. Это правда. Это абсолютно самостоятельное устройство. Студийное, но не в этом его заслуга. Компания так часто повторяла, и в наших занятиях мы столько раз проговаривали эти слова, что я их выучил навсегда. Natural Beautiful Light. Естественный, прекрасный свет. И это действительно так. Именно это сейчас ценится фотографией. Посмотрите на вот те фотографии, которые я сделал во время ролика. Мы их не обрабатывали, если не считать одну этикетку пальто, которую мы решили все-таки удалить. Именно это ценится, да? В студии свет выглядит, как будто он падает в окна. На улице свет выглядит совершенно естественно, как будто это солнечный свет. Или если мы снимаем в тени, как будто это свет именно в тени. Вспышка дает потрясающий рисунок. Ну, именно этим и отличаются все вспышки профота. Давайте заглянем в коробку, что же находится в коробке. В коробке, конечно, в футляре мы находим саму вспышку. И вот такой полусферический рассеиватель. Для того, чтобы смягчить тени, сделать более мягкий рисунок. Обратили внимание, все крепится на магнитах. И нужны некоторые усилия, чтобы их снять. Наверняка увидели на репортажах, на каких-то свадьбах людей, которые бегают со вспышками, перевязанными резиночками. У них какие-то воткнутые карточки. Не надо так делать. У вас есть. Теперь вот такой отражатель выглядит эффектно, находится прямо в коробке. Если вы снимаете сверхширокоугольной линзой, есть специальный рассеиватель. Опционально выпускаются такие гелевые фильтры. Их достаточно много. И вы можете уравнять свой свет с условиями освещения. Будь лампы рассеивания или люминесцентные лампы. Естественно, в коробке находится такой мягкий отражатель. Забавно упаковывается. И вы напоминаете себе подводную лорку с перископом. Конечно, все это сделано для того, чтобы получить различные модели света. И вы можете почувствовать себя настоящим художником, который берет различные инструменты, различные кисти, карандаши и рисует то, что ему надо. Компания Профото именно так и делает. Я снимал эту вспышку почти 4 месяца назад на наших занятиях. И, конечно, я уже забыл, как ей управлять. Но она настолько логична, естественно сделана, что, включив ее, сразу моментально понимаешь, как с ней управляться. И органы управления очень похожи на большие студийные вспышки. И я могу предположить, что в этом была задача. Дать людям, которые никогда не снимали со светом, уже настоящий профессиональный прибор. Да, достаточно простой, но который позволяет уже снимать абсолютно профессионально. И добавлять в свои съемки натуральный, естественный свет. Ну, с любителем понятно. Прибор для них. Почему он меня, как профессионала, заинтересовал? Думали об этом про фото или нет, но оказалось, что они сделали абсолютно универсальную вещь. И теперь в любом месте я могу организовать свою, может быть, небольшую фотостудию. Или могу просто интегрировать этот прибор в своей большой студии. Потому что он абсолютно так же управляется, как все остальные приборы. И я могу использовать его с любым оборудованием про фото. Круто! Прибор может работать как с синхронизатором на фотоаппарате, так и может просто устанавливаться, как на камерная вспышка. Со всеми функциями. С синхронизаторами он поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1,8 секунды. Только вдумайтесь, 1,8 секунды. И такие синхронизаторы разработаны для Nikon, Canon, Sony, Olympus и совсем недавно Fuji. Для этих фотоаппаратов поддерживается режим TTL. Я очень редко работаю в TTL, но никогда не ожидал, что снимать свадьбу в TTL так удобно. Вообще ни о чем не надо думать. Думай только о кадре. Все остальное свет сделает за тебя. Как вы знаете, если мы вспомним вспышку B2, то управление светом осуществляется с помощью вот таких насадок, как вот, например, это Magnum. Меняя расстояние, можно получить более сконцентрированный пучок света или менее сконцентрированный, более рассеянный. В A1 эта функция реализована прямо внутри вспышки. Или вручную поворачивая это кольцо, или автоматически зумируя объектив, мы можем менять цвет. Я покажу, как это происходит. Посмотрите, мы снимаем паттер, у нас яркое пятно, мы хотим снять группу людей. И все это на том же расстоянии. Видите, как просто это все реализует. Заодно вы узнали, что у вас в прыжке есть пилот. И можете подавать сигналы МОРЗЕ, или просто использовать для посветки дороги темной ночью. Мы решили немедленно проверить, как работает A1, вот с такой прекрасной Аленой, видите, балерина, с самой длинной ноги страны, а может быть не только страны. Посмотрите, как все просто, да? Просто белый фон, и знаете, я решил повесить A1. Видите, она просто висит под поролком. Максимально просто. Я могу ей управлять, я могу включить пилотный свет. Выключим свет, и я включу пилот. Вот видите, да? Я могу сделать этот пучок пошире, могу сделать поуже. Ну, уже хочется начать снимать. Чуть-чуть поближе, чуть-чуть. Отлично. Чтобы показать быстродействие вспышки, скорость ее срабатывания, мы решили просто поставить ее теперь на стойку, отнести чуть в сторону, обратите внимание, я еще даже не использовал никакие насадки. Просто жесткий свет. Поставлю в сторону и прошу Алену сделать несколько прыжков. У нее это точно получится. Мы решили проверить возможности вспышки, снять быструю съемку и сложить прямо вот, ну, это уже возможности аппарата, и сложить все в одном кадре. Алена делает какие-то движения, быстрые прыжки, переходы, буквально балетный танец, и у нас получается все в одном кадре. Так можно изучать балет прямо, расписывать по кадрикам. Но тут, видите, вот есть балкончик. Попробую положить туда и посветить с балкончика. И прошу обратить внимание, мы не в студии. И чтобы вы не сомневались, что мы можем снимать не только в студии, а на улице и везде. Смотрите, вот тут моют асфальт, красивые разводы. Алена, А1, вспышка. И Алена, пальто. Я даже не буду говорить, что делать. Какая разница? Посмотрите на эту девушку. Все будет очень красиво. Что бы она ни делала. Ну и чтобы показать, что вспышкой можно не только пользоваться в темноте, ну вот мы поставим, видите, мы вышли на солнце и просто смягчим тени. И вообще надо Алену отпускать. Спасибо ей огромное. У нее вчера была премьера, сегодня вот она с нами. Специально снялась. Большой театр. Ходите на все ее показы, потому что это надо видеть. Это надо видеть не только в студиях, надо видеть ее на сцене. И вот она сейчас так сложно залезет в эту конструкцию. Теперь мы сделаем последний кадр и пойдем на следующие съемки. Этот свет всего у меня 4 дня. За это время я снял обложку журнала. Я снял звезду мирового тенниса. Я пофотографировал на свадьбе. Вы понимаете, какие свадьбы я снимаю. И, конечно, сделал много съемок для нашей фотошколы. Великолепный свет. И теперь я точно знаю, что в любой ситуации, на отдыхе, на работе, если вы видите в руках у меня фотоаппарат, знайте, что всегда со мной есть свет А1, а может быть и 2. Всем удачных съемок!